да мы начинаем на сегодня немножко другой формат видите нам раздали вот ну попробуем приспособиться если что в общем то будем в процессе корректировать и так сегодняшняя тема у нас философия компании актуальной новости проекта вот и позвольте вам представиться меня зовут олег тарасов вот я являюсь инвестором 2016 года насколько мне память не изменяет партнером вот по статусу мастер и региональный спикер республики беларусь и комьюнити менеджер skyward комьюнити вот поэтому прошу любить и жаловать меня вот а я начинаю свою тему но действительно сколько раз повторяю столько раз говорю и в общем то всегда всегда сталкиваюсь с тем что большинство людей не не могут в общем-то осознать то что транспортная система так или иначе исчерпала себя вот вы видите как сейчас у нас меняется погода как такие холода наступают там на том же севере в якутской области да в россии допустим у нас какие перипетии какие качели да в европе там жара в общем то но я веду зимние месяцы по сравнению до плюс там 19 градусов и так далее в общем качели страшные от этого то снегопады то дожди то просто гололед страшный вот поэтому конечно же транспортная система необходимо необходимо менять и юнический string technology предлагает такую принципиально новую транспортную систему экологичную безопасную комфортную экономичную как производстве так и эксплуатацию по сравнению с ныне существующими решениями транспортных транспорта поэтому анатолий эдуардович юницкий вот эту философию вынес скажем так во главу и она звучит так что транспорт должен быть решением широкого круга проблем они их источниками и наша система предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве в воздухе над поверхностью земли вот как вы понимаете что данное транспортное решение мы многие из вас уже видели в мариной горке сейчас идет активное строительство 2 4 трасс это новые трассы потому что гибкая трасса там уже проложенного так вот на нашем на наши фотографии верху справа да вот данный транспорт он является безопасным доступным адаптивным экологичным и что немаловажно на нем в нынешнее наше время энергоэффективным вот ну в прошлый раз вот алексей когда читал презентацию он сказал пересмотрите итоги 2020 22 года вот когда анатолий эдуардович юниц в течение короткого 18-минутного ролика рассказал вот и что вы думаете я в общем-то оказался в том в той ситуации что в общем то я смотрел даже два раза и пришел к выводу что я толком ничего и не помню поэтому если вы не против я все-таки обновлю и скажем так вот эти итоги в вашей памяти в соответственном повторении мать учения потому что и я считаю что чтобы вступать в новый 2023 год нам необходимо очень четко осознавать что уже сделано и куда мы двигаем можем двигаться дальше опираясь именно на вот эти вот итоги поэтому я сделал краткий конечно же 18 минут вас я думаю не не за не отнимет вас много времени но когда вы смотрите ролик иногда мы отвлекаемся мы там кому-то отвечаем что куда-то смотрим и так далее когда мы сейчас с вами пройдем еще раз вы можете даже за какие-то пометочки потому что в принципе большинство людей у вас которые возможно считают вас экспертами интересуются как идут дела я сам помню себя так как таковым когда я спрашивал у алексея у елены степины ну как там дела строится строится ну вот на этом в общем то как говорится видите мои познания были исчерпывающим поэтому данный момент у меня тоже есть люди и вы знаете что мы с вами собираемся в ближайшее время марину горку это об этом мы чуть чуть ниже это скажем поясним алексей только сегодня получил окончательное разрешение вот но скажем так итоги я все-таки решил вам повторить и я думаю что это является тем скажем так той основы когда вот мы сейчас если новенькие будут люди мы можем тоже это озвучить в общем-то кто-то может быть у вас будет новенький тоже с вами поедет и так я кратко просто вот конспектировал то что был анатолий эдуардович поэтому все скажем так тезисы проба именно с его слов и так международные деятельности самые значимые события это экспо 2020 несмотря на то что оно было в двадцать первом году но в общем то вот и благодаря тому анатолий эдуардович что мы не виртуально показали а именно в реалити что не в дубае проходил нашего это основная основные встречи а именно в шарже там где и научно-эмоционный центр именно это в общем-то поспособствовал очень большим деловым формам встречам и так далее прошли помимо экспо в дубае были деловые форумы в руанде индонезии малайзии казахстане россии и других странах выставка innotrans 2022 в берлине вы знаете на которой юнибайк был представлен и уже именно не юницкий стрельтехнологии а именно министерством транспорта дубая rtl во время экспо 2020 было именно юницкий стрельтехнологии посетила в шарже более 100 делегаций это и королевская делегация из леса это представители крупного бизнеса послы и дипломаты премьер-министры министры губернаторы мэры госчиновники высокого ранга из арабских эмиратов бразилии колумбии перу руанды индонезии филиппин индии казахстана россии беларусь и других стран я могу сказать что еще несколько стран лично я знаю но так как она придурочек не назвал я тоже не буду скажем так перечит и вам хочу заметить что тут тоже не писал я очень удивился что из россии было около 40 мэров различных городов и губернаторов различных георги регионов поэтому несмотря на то что скажем так в русскоязычном пространстве идет очень бывает негативные отзывы потому что никто не отменял конкуренцию и так далее до заказные статьи однако все это прорабатывается на очень высоком уровне потому что транспорт пришел к тому что он должен меня меняться до вся эта система но благодаря опять таки я уже повторился реальному они виртуальному туру на юне мобили в шарже более чем 10 странах как сказал антолий дарыч началась реальная работа по реализации адресных проектов один из них вы знаете сразу практически было подписано в индонезии это в столице в джакарте и соединение вот я тут специально это взял из фильма вот этот вот скажем так два острова да буду планируется тоже соединить в индонезии это остров суматры и остров я вы представляете насколько это вы помните вот эти вот пробки да когда мы рассказывали про индонезию что в 2016 году там случилось непоправимая такая пробка что люди стояли несколько суток копках и даже были смертельные исходы и даже врачи на мопедах на каких-то там скажем так скутерах не смогли пробраться к людям людям у кого был сердечный либо другой приступ и потому что плотность была такова что в общем то невозможно даже было проехать такому транспорту как мотоцикл либо какой-то мопед вот значит также уже озвучено и явно что сальвадор это интеграция маршрутов именно юст уже строящийся по президентской программе тихоокеанской жизнодороги в руанде контакт на стадии подписания лесот это вот когда король лесота приезжал эта дорога именно и есть в столице страны массиру и в арабских эмиратах вот анатолий дуарыч озвучил я опять-таки это видите ну как бы проскочила возможно мимо моих ушей но очень интересная информация потому что пока еще не озвучивается где что и как конфиденциальным то ли дарь сказал что не разглашается но одна из трасс пройдет именно в эмиратах и одна из станций будет находиться в отеле на высоте 70 метров как вам такая информация я думаю очень интересно да я не знаю как там на высоте 15 метров вот мы ездили с вами да там 10 метров возможного в мариной горке вот и ну скажем так конечно когда транспорт идет спокойно плавно то в общем то чувствуешь себя в безопасности но я думаю что 70 метров этому будет что-то очень очень интересное стоящее я думаю там даже и туристов будто ради этого поехать как когда-то мы ездили в метро до катались минском восемь четвертом году открылась вот а благодарю тоже здравия вам вот а в принципе 70 метров наверное это что-то будет очень фантастическое наверное те люди которые вот это вот задумали они преследуют не только цель перед допустим передвижение транспорта но также еще и такую своеобразную шоу действительно так впервые будет когда на такой высоте будет двигаться вот транспорт именно над землей но параллельно сразу же скажу что сейчас строится вы знаете 4 вот этот раз о котором еще поговорим вот она будет два с половиной километра вот на ней будет использоваться 5 местный юнибус я бы тоже потом покажу способны собираться в поезда вместимостью до 250 человек потому что получается раз 25 человек в каждом таком юнибусе то собираясь поезда вот по 10 погонов таких можно перевозить до 250 человек на скорости 150 километров в час ну и соответственно осенью уже было подписано соглашение об экспертизе потому что это все делается действительно очень быстро и эффективно конечно же юницкий string technologies и очень пользуется огромной поддержкой именно в инновационном парке в шарже поэтому видите там никаких проволочек не не происходит и тут вот сразу параллельно строится и параллельно получается идет инспекция по строящих силу то есть у построенных уже объект допустим там анкерные опоры промежуточные опоры сейчас вот идет натяжение и конечно же вот это вот сертификация т.ю.в. да вот она в общем то позволит настроить трассы где скорость будет до 150 км в час что является рекордным показателем как сказал антолий эдуардович помимо всего безопасности помимо того что это энергии эффективно с энергетической точки зрения так далее вот ну такие вот вещи поэтому все происходит параллельно важное событие которое тоже антолий эдуардович отметил вы знаете что конечно же люди помогают проекту конечно кто-то уже давно хотел вернуться там огромные дивиденды и так далее но вы понимаете мир настолько сильно впал в такую на турбулентность что он действительно очень много компаний просто разрушилась мы с вами помним как я это же вам рассказывал очень многих компаний которые просто рухнули и которые в общем то даже не поднимает связи с энергетическим кризисом видите там вся промышленность там европы допустим планируют переезжать другие страны частности сша и так далее да но скажем так наверное поддержка вот скажем так прогрессивного вот инвестора да вот нас с вами да и такая вот не поколебимость вот и уверенность в том что все будет хорошо как вот понимаете вот это вот заказа калка анатолий эдуардович и я ему просто желаю огромного терпения я не знаю потому что скажем так все мы сталкиваемся иногда вот с таким вот пренебрежительным отношением к этому проекту и действительно сколько вот я на себе сейчас ощутил в последний месяц когда вот ты подвергал подвергаешься какому-то критике какому-то хейту да вы знаете я просто вот сейчас осознал да сколько антолий эдуардович вот как он это все может выдержать и каждый день он работает плодотворно каждый день он приближает нас вот вот к этой удивительной транспортной системе несмотря ни на что я здесь попрошу вас поставить десятки кто со мной согласен потому что бессонные ночи которые вот у меня были вы понимаете я осознаю что кому-то очень и очень хочется что-то развалить да а есть люди которые несмотря на это они идут делают падают встают опять идут и 5 падают и вы понимаете поэтому анатолий эдуардович вот как ни крути является ярчайшим примером стойкости и не понимаете не реагирует я даже не знаю как это сказать стойкости и наверное большой любви вообще человечеству несмотря ни на что я бы так сказать очень благодарен вообще вот все таки людям скажем так с высокой энергии вот который который мы с вами разбирали до люди которые видят на годы вперед да и поэтому вот эти люди стоящие во главе инновационного парка да вот они поддерживают очень высоко поддержали да на высоком уровне и сказать вот анатолий выражается что выражают высокую поддержку и показывают нашу высокую репутацию поэтому именно выделила вот такую значительное увеличение оплаченного уставного капитала в размере 47 миллионов дархам что является более 12 миллионов долларов сша то есть в уставной капитал внесли вы понимаете поэтому я думаю что вот это вот тоже вот понимаете можно говорить я за я за я за а здесь конкретно было дело вот и поэтому чувствуется что конечно же это было правильное решение что анатолий дворчик именно стал развиваться и развивать этот проект именно вот в арабских эмиратах вот но вы помните что я вам уже рассказывал что у меня я был когда числе в числе тех счастливчиков которые были вот марины горки на обучении да вот этим этим летом и когда вот нас повезли на производство это были мы первые люди которые бы побывали на производстве там как скажем так никому чужому нельзя было находиться поэтому нас тоже скажем так попросили сдать телефоны чтобы не было лишней какой-то информации потому что все что дано было нам потом раздали и мы в общем то сейчас пользуемся и вот когда разговаривали что действительно сейчас вот шар же делается до того трасса номер четыре и нам рассказали что вот этот транспорт который там будет находиться и вы помните если мы все время говорили о том что вот у нас и является обтекаемый такой транспорту тут я увидел вот такой транспорт юни и бузда который вот таким вот лобовым стеклом таким довольно такими такой квадратники да такой прямоугольный вот и на что было сказано что это именно выбор скажем так руководство шаржи о том что вот такие юни мобили 25 мими юни бусы 25 местные они будут именно использоваться как общественный транспорт шаржи вот и сейчас только дай сказал что этот юни бус отправлен уже в шаржу из-за того что такое происходит в общем-то в мире вообще обстановка да поэтому антолий дайска что наверное он будет 10 месяц-два вот но как только придет значит феврале в марте планеты сразу начать его испытания вот поэтому это действительно вот такой вот вот вверху такой блок если вы посмотрите да я тоже когда мы увидели его в открытом состоянии там действительно очень мощный вот это мотор колеса все это соединено все это мощь вот понимаете считайте треть вот это вот этого всего юни буса да вот две трети это салон а одна треть это действительно вот такой мощный мощнейший механизм который будет разгонять данных скажем так юни бус да до скорости 150 км в час и контролировать все происходящее вокруг так ну и там еще был анатолий дурач и сказал о том что тоже готовится ну и пока нет не было фотографии такой там мельком что юникон как вы знаете тоже он тоже будет на этой тяжелой трассе там который будет перевозить вот эти вот контейнер 40 футовые да и анатолий дурачского что мы на 10-15 лет мы опережаем всех поэтому здесь скажем так настолько все все четко и сделано что в общем то мы только ждем от того чтобы как только все это начнет сертифицироваться то сразу скорее всего это трасса будет уже продлина потому что вы знаете это не просто где-то в пустыне находится находится на в научном инновационном центре в шаржи где находится вот американский университет то есть куда приезжать студенты так далее то есть это будет соединено скорее всего же сразу уже непосредственно с городом шаржи и так далее в общем то вы будут и те же студенты набираться и рабочие и так далее в общем такая вот перспектива я так думаю ну а вот наш акварель тоже значит мы планируем двадцатого числа уже дали сегодня разрешение еще раз алексей в конце озвучит но я хочу сказать что пока еще этот раз и не запущена и как сказал анатолий дар да вещь и вот эта трасса будет запущена весной поэтому это легкий и вот инфраструктурный комплекс юнилайт будет запущен весной 1 пассажиры поедут именно ну там марте в апреле не знаю вот и при всей своей простоте это полноценный беспилотный электромобиль на стальных колесах с автоматической системы управления эффективной экономичной экологичной безопасной и простой в эксплуатации вот он такой имеет яркий такой цвет да вы знаете что в акварели очень многие из вас были вот и добираться до озера надежды я думаю что будет очень интересно здорово проезжать над всеми вот этими вот лугами полями баня до домики это будет очень здорово красиво и сейчас тоже планируется разрабатывать как система как это будет оплачиваться в общем очень и очень здорово перспектива бить она вот вот уже как контроль дарчик вот адресный проект который действительно будет наверное первым вот у нас беларуси потому что говорится анатолий дорожник говорил что хозяин вот акварели да он заказывает такую транспортную систему у инженера виницкого то есть получается сам себя заказывает и сам будет делать ну вот в общем то мы думали что это возможно будет в декабре январе но принято решение вот о переносе вот это открытие трассы наверно если какие-то на то причины вот чтобы привести то на на весну но мы с вами несмотря ни на что мы с вами планируем эту поездку вот поэтому в конце еще скажу что пока не больше 20 человек поэтому если у кого-то есть желание мы сразу записывать здесь к алексею и там вот и чтобы мы сформировали уже список что потом не было так что кто-то чего-то забыл и так далее обидно будет берет человека там уже но я думаю что конечно всегда это все можно согласовать но в общем то такие вот вещи итак вот я еще хочу отдельно вам сказать что действительно вот мы говорим об этой центральной системе управления да вот поэтому система вот это управление она как она построена она получает обрабатывает анализирует информацию благодаря различным датчикам предназначен для той или иной цели и полностью контролирует маршрут и скорость движения и мобили вот алексей когда-то мне рассказывал это еще не было картинки такой когда ты открываешь такого допустим экран где ты прикасаешься естественно и не могли знать где он находится да и точку куда ты хочешь попасть высчитывается при этом кратчайший маршрут да вы выбираете опять таки вы можете выбрать скажем так вы будете вдвоем ехать вы будете в четвером в четвером 6 6 вас будет человек да либо это будет какая-то группа 20 человек а будет ехать на таком 25 местном в общем-то суть в том получается что вы задаете маршрут и такой вот июня июня мобиль он сам вас привозит вы в это время занимаетесь скажем так своими делами там разговариваете смотрите какие-то новости вообще любуйтесь шикарным видом а если это будет новости 70 метров это вообще высота птичьего полета и так далее ну в общем-то вот такие вот вещи да система также принимает решение о снижении скорости остановки в случае обнаружения каких-то помех препятствий любой другой потенциальной опасности на пути исследования обмен данными происходит и с транспортным скультурным комплексом как вы знаете там у нас есть скажем так диспетчерская а также получение сигнала от других транспортных средств вот такая вот умная система вот и также данная автоматизированная система управления следит за состоянием как внутри салона да так и ситуацию за бортом координирует процессы посадки высадки людей до интервалы движения чтобы рельсовых автомобилей не было и переполнен либо пустыми как сейчас происходит да вот я тоже даже говорю в эмиратах когда час пик там друг на друге все в этом метро сидят да опять-таки для этого демонстрируется есть золотые вагоны для людей которые два раза больше платят да за поездку и есть женские вагоны где в общем-то женщины тоже находятся там с детьми вот а вот в таких вагонах там как ты переполнен час пик и мы были вот с моей супругой наталья когда мы ехали уже допустим поздно вечером там ну практически на последнем там уже поезде вечерин там и получается практически мы были вдвоем во всем вот этом огромном огромном скажем так поезде метро да вот ну как у нас сейчас вот метро допустим ходит по третьей линии практически вообще всегда пустое вот поэтому в этом случае будет тогда можете тогда система может подавать уже не транспорт который целый там для 250 человек а в общем-то при вам подать вам транспорт было двуместный представляете это настолько круто и я вот сейчас об этом говорю я представляю что это будет уже ближайшее время поэтому ну ближайшее будущее скажем так да вот так вот я думаю что вы поставьте пожалуйста восклицательные знаки кто вот это вот представляет уже и вот вы писать как здорово нажимаете кнопочку и система считывает что вам не надо вот этот вагон на 200 на 48 человек а вам подадут допустим всего на два человека это очень здорово это круто просто круто вот так же системы способны распознать значит пассажиров даже которые могут нести угрозу безопасность принимают меры для предотвращения опасных ситуаций допустим терроризм мандализм вот и данные автоматические системы полностью исключаю человеческий фактор аварийные сведорожные пробки до что обеспечит полный контроль скорости бесперебойная круглосуточная эксплуатация независимо также от погодных условий вот такие вот да везде есть датчики вот эти вот глазки я их отдельно вот вы не за который тит на следят но вы знаете очень и очень это впечатляет вот когда это особенно был внутри когда ты понимаешь как это будет как это в общем то действительно наверно стоит того чтобы действительно продвигать эту технологию и гордиться ей и в общем быть одним из первых кто действительно поедет вот на таком транспорте я думаю конечно же это будет инвесторы которые будут знать где когда и что пойдут эти первые пути потому что в свое время вы помните даже ставил вопрос вообще о закрытии вот это вот метро в том же минске да было принято решение продолжать это строить слава богу что у нас уже третье линия строится надеюсь она будет дальше и дальше а и даст бог может быть когда мы дождемся что кольцевая будет именно метро а кольцевая будут именно с использованы юницкий string technologies трасса вот этой вокруг внедрение вот в эту вот инфраструктуру метро вот не как конкурента как помощник и как действительно замечательный инновационный транспорту наверное это все придет сначала в эмиратах потому что еще других странах но в конце концов все-таки придет это и до нас есть у нас люди которые действительно могут продвигать это ну дай бог чтобы это все помогли ну про научную деятельность анатолий дурач тоже с гордостью сказал о том что двадцать втором году инжиниринговые компании и искать тех но уже получила статус научной организации вы мы это тоже с вами освещали вот только за 22 год несмотря на то что семь лет уже работает до 16 ноу-хау более десяти патентов более 20 научных работ и монографий вот и сотрудничестве конечно с многими университетами белоруссии россии вот и в общем-то подготовка инженерных кадров новой отрасли и вы знаете даже в эмиратах тоже это есть даже наш алексей новой что же написал работу вот он об этом сам рассказывал именно связаны с технологией струнного транспорта вот молодец алексей вот видите у нас тоже есть наши люди которые и инвесторы и партнеры и научные сотрудники молодец ну вот скажем так с этим фильм закончился да там еще были вообще анатолий дарич поздравил конечно же всех с новым годом и сказал что конечно же все только движется все развивается и все наши мечты будут скажем так осуществлены наши цели достигнуты вот ну и вот сейчас продолжение того что еще о том что идет развитие как со всеми университетами и вот новый университет прибыл с делегацией да вот институт управления и предпринимательства посетил и юнинский string technologies и в ходе визита вот надежда косарева и ректор данного учебного заведения николай сеня подписали соглашение о сотрудничестве видите не прекращается вот эти вот поездки и так далее ну естественно что они побывали как в головном офисе компании также побывали в этих парке вот конечно же продемонстрировали мы тут и мобили они должны наверняка они проехали может быть в общем то посетили да вот впечатлил это ну и конечно же обсудили направление сотрудничества это лекционные занятия это конкурсы это различные научно-технические инновационные проекты вот и совместную части конференциях но и других в общем научные мероприятия но это очень здорово очень похвально и конечно же учиться чему-то новому и новым технологиям слава богу что у нас все-таки обращают внимание научные круги ну потому что есть уже основа для того и научной организации много патентов и транспорт который необходим действительно любой стране любому городу любому жителю и слава богу что обращают внимание на скажем так и на данную технологию вот но в то же время анатолий эдуардович после вот этого фильма значит после окончания всех вот этих вот праздников к хотя я уверен что именно шар же никаких таких длинных праздников там не было да в общем то все трудились и вот прошло уже первое операционное совещание в двадцать третьем году именно вот в зеленом доме то зеленый юхаус как он называется вот группа такая основная группа людей которые там сейчас трудятся и работает вот на фоне этого и хауза вот и здесь значит прошла конференция по поводу того что действительно что нужно сделать чтобы достроить за 4 испытательный трек это и подъем рельсов монтаж металлоконструкция проектирования бы ну мы с вами все это смотрели да вот упадаться путевой структуры в эксплуатацию транспортного средства которые сейчас уже поехала туда да это и сертификация естественно но возможно вы знаете возможно нет сейчас и евгений кудряшов и алексей суходов тоже находится в эмиратах вот и руководство компании также обсудил обновленную маркетинговую стратегию по продвижению sky транспорта на мировом рынке вот поэтому все движется собак во всех отношениях и инженеры работают и строители работают и маркетинг тоже не спит активно продвигает вот новую стратегию поэтому анатолий дар лишь одобрил каждую из намеченных инициатив как производственных так маркетинг маркетинговых целей вот такие вот у нас новости в то же время никто опять-таки не спит никто и думает развивается потому что наша на скажем так планета на разнообразно если шар же там жара то сейчас вот показывали да как китайские вот эти почему смотрел репортаж там в якутской области до минус 73 опустилась температура и говорят почему никто не не скажем так не катается на плюшках но такой был вопрос да во первых уже такая температура запредельной 73 там даже а самое главное что берут эту шину который как они говорят китайский до бьют и и о но надут и бьют и и о скажем так что то тоже твердое и шины рассыпается вот как помните нам тогда показывать что если взять розу и опустить ее вот боже мой холодный как он называется этот газ ну в общем то вы поняли это тоже тоже рассыпать спасибо огромное до жидкий азов вот но меня удивило другое что там показали что взяли банан вот да и у якобы вот и вот этим бананом стали забивать гвоздь он тоже в общем то забивается как молотком поэтому такие температуры поэтому в данном случае вот и показываю что именно юст обеспечит беспрецедентную надежность в любом скажем так в любом регионе вот без заторов и случайных преград что и допустим на том же севере где много различных ископаемых да там пожалуйста вам до 100 миллионов тонн скорость до 150 километров вот и в общем то траектория более короткой не надо объезжать обходить там что-то где-то чего-то вы понимаете то есть это тоже вот как говорится кратчайшая траектория до может быть построен дальше не нуждается в обработке антиобледительными солями как мы сейчас вся там убавь у людей летит потому что постоянно не только песочек сыпет но и разные реагенты на соответственно получается вы понимаете что дороги тоже ноты представляете вот такая вот картина как сейчас у нас нам до показано что действительно вот прокладываются такие вот скажем так промежуточные опоры и на расстоянии сейчас шар же допустим 288 метров пожалуйста транспорт движется над землей не страшны ему не погита не не пурга не ветер не не надо это все посвящать и людей нельзя там те люди которые там сколько могут замерзать у кого-то машины сломалась у кого-то там бензин закончился или вообще что-то еще случилось да вот пожалуйста вот этот транспорт предназначен поэтому любая погода будь то туман метель ливень шторм песок и так далее вот пожалуйста это новый этап действительно для развития сферы грузовых перевозок в то же время транспортный комплекс сельско это опять это все разные статьи я вообще вам в комплексе даю да это как часть окружающей среды вот смотрите опять таки если взять требование заказчика вот они как пассажировместимость необходимость скорость нужна безопасность логистика все это соответствует единицкий стритих но уже то есть это за беста во всех этих вот ипостася кроме того получается комплексом становится элементом городской инфраструктуры да и поэтому как вот свое время построили эйфель построил башню свою до которая служила таким вот тоже для экспо и все ходили и говорили что что это за ужас такой и так далее то она она была сильно громоздкой возвышалась там над всем парижем то сейчас это такая достойная примечательность поэтому вот именно трасса юницкого они уже изначально на порядок выше красивее лучше и меньше да то есть практически вот это вот струна особенно когда ее подсвечили лазере лазерным лучом таким да то просто фантастика то есть вы просто не просто смотрите едете вы просто любуйтесь вот это вот ночной красотой вот и действительно вот эти вот кабинки они тихоходные проплывают как лебедочки вот именно по городу при этом вы знаете что это совершенно безопасно потому что вы помните была такая тенденция что уже электромобили стали делать и их более шумными потому что действительно если на двс и ездит двигатель внутреннего сгорания есть громко там еще скажем так им пугают иногда когда там допустим проблемы с глушителями да то здесь получается вообще тихоходы и люди по иногда идешь идешь у меня мама недавно попал в ту ситуацию когда сзади ребенок на электром самокате он просто сзади видите въехал до и мама подкатились ноги все ребенок растерялся не знал куда нажать и в общем-то тихонько подъехал и ударил и слава богу что я рядом был подхватил маму и так далее то в общем-то обошлось бессильных травм и так далее а ребенок глаза вы трещину не знал что ему творить так вот смотрите данном случае ситом будет все тихо тихоходно и при этом безопасно что очень очень немаловажно при этом получается сами дороги получается земля стоит дорого да и требований какие к минимальному отводу земельный участок в то же время зачастую вот заказчика хоть и сейчас выражается тоже хочет сократиться интенсивность движения допустим по автомобильным дорогам невозможно вот это дороги дороги вот есть кто-то живет вдоль такой трассу как вы допустим нас рядом при пицкого но мы живем чуть дальше а ближайший дом который стоит ангет мы никогда не можем открыть окна на ту сторону потому что очень шум проскакивают вот эти вот машины постоянно начиная 6 утра и пошли особенно когда еще начинает сезон байкеров тоже невозможно совершенно там находиться и вот и в этом случае получается смотрите строительство рельсы струнный транспорт и стагады происходят условия плотной застройки то есть получается если вот тут дороги дороги и все тут уложены и дома стоит и так далее как в эмиратах да то как раз минимальный земли отвод он и позволяет либо расстояние вот такое совершить 288 метров вставляете 288 метров у вас вообще ничего не пожалуйста используя дороги использую там строй какие-то там не знаю другие сооружения потому что высота 20 метров там и так далее в общем то это тоже позволяет если соединить берега широкой реки опять таки это тоже все способны и так далее поэтому юнистис вот юска и транспорт демонстрируют вообще технология демонстрирует гибкость индивидуальный подход каждому требование заказчика способность перемещать грузы пассажиры пассажиров до на сложно график и климатических условиях то есть получается какая бы застройка не было всегда есть решение всегда есть возможность поставить опоры на большом расстоянии друг от друга всегда протянуть сделать трассу либо ее полу жесткой либо жесткой либо вообще скажем так гибкой да поэтому видите очень много решений и вот это вот колоссальное преимущество выбора и исполнение любого требования заказчик вот но опять-таки повторюсь трасса вот сейчас вот тут тоже хорошая фотография 288 метров которого сейчас строится да это в то же время экономичным позволяет скажем так использовать анатолий дать придумал да то что вот допустим используют обыкновенные гидравлические подъемники вот часто достаточно только одного но чтобы может ускорить использовать больше но факт то что даже одного достаточно не надо что-то изобретать новое вот и это все осуществляется за счет того что это все гораздо дешевле потому что надо что-то новое придумывать и все этапы монтажа пусть вы поднимете на высоте 20 метров будет находиться поэтому земля будет оставаться свободный для вот использованы людьми данных участков земли вот но вот тут вот показано что действительно это впервые происходит монтажная организация до сих пор не сталкиваться монтажом трон струнно-транспортных эстакад вот видите вот такие вот вы знаете может картинки смогли вот тут вот показано как три крана но чтобы наверно быстрее все эти работы двигались чтобы сразу в принципе достаточно одного понимаете то есть вот он подымает пристегивает и так далее но я думаю три сделать чтобы это быстрее все двигаться в общем то но это все подъемники которые не скажем так были запретены еще до того как поэтому опять таки все это очень здорово придумано и видите все на месте делается вот но идут работы да несмотря на то что у нас холодно жарко там холодно и промозгло да там ведь и жарко и и душно вот но работает ведутся активно вот но сейчас все это я в таком в темпе немножко вам рассказал вот и напоминаю вам что те люди которые все-таки еще сомневается они могут поехать с нами посмотреть потрогать потому что одно дело на картинках это вот так он онлайн рассказывать да вот а другое дело прикоснуться я говорю когда прикасаешься к этому замечательному транспорту ты осознаешь что ты ты касаешься скажем так к чему-то ну настолько скажем так уже вот вот оно реально но это вот что-то в то же время и нереальный потому что это все делается это все уже скажем так не только в нашей стране но также уже и в эмиратах это делается эмираты делают огромную ставку именно этот транспорт вот поэтому возможно кто-то все-таки решит тоже инвестировать и сейчас есть такая уникальная возможность потому что дисконт сейчас вот до 27 числа продлили до до 27 января это дисконт 1 к 80 вот и я в время вот я когда вам все это вот говорил и говорю я очень запал вообще на то что алексей суходоев сказал что это очень важный момент каждый когда каждый осознает то что он сопричастен к чему-то такому великому да это первое и вот осознание того что вот это наследие что вы оставите после себя своим детям своим внукам да и вообще скажем так своему городу стране и вообще в целом человечеству вот это слово наследие она мне настолько зацепила когда-то вот что я сейчас вот иногда даже начинаю с того а что ты сможешь оставить после себя понимаете поэтому вот такой слоган который он есть сейчас данное время skyward комьюнити мы создаем будущее и финансируем его сами можно сказать да сами вот это то что мне кажется нужно теперь впитать в себя и вот действительно осознать мы сами создаем будущее свое своих потомков и сами финансируем его представляете не кто-то а вы сами мы сами поэтому вот я сегодня на этом заканчиваю я приглашаю алексея на умовича вот потому что у нас любым делаться стоп вы помните у нас сейчас да нам с вами отпускают вот и после вот этого осознания вот нам алексей скажет что у нас в общем-то на наши поездки я могу обрадовать что у нас еще есть 15 минут поэтому любой момент нет не отключат вот ну про поездку в итоге нам сегодня мы получили ответ то есть были длинные каникулы вот у всех вот но сегодня надо рекомендовать что у нас ждут в пятницу тайминг следующий сбор минске ну то есть сбор свои городах ну то есть у нас минска будет не ехать машина то где-то в 930 чтобы мы к 11 уже туда приехали вот с 11 до 12-30 мы смотрим экотехнопарк из 12-30 посещением там музея с посещением станции с ну такой то есть смотрим сфотографируемся то есть изучаем вот и потом с 12-30 до 14 00 у нас будет бизнес-ланч там буквально через дорогу в акварели там очень хорошее такое приятное место где можно будет ну и во во-первых так как это уже будет время обеда то есть это и покушать потому что детей дорога длинная экскурсия и нам на улице все это нагуливаешь аппетит очень быстро поэтому будет такой небольшой перекус ок с панорамными там видом то есть все можно будет и потом не обсудить вот и поделиться впечатлениями вот ну и так далее вот за транспорт будет отдельно то есть будет скидываться кто-кто кто посещает он скидывается за обед он тоже скидывается ориентировочно получается по предварительным подсчетом 20 рублей будет транспорт стоить плюс 20 рублей будет стоить бизнес-ланч то есть ну примерно плюс-минус где-то так вот поэтому в пятницу ну мы сейчас запустим список где куда мы будем надо записаться кто может быть раньше записывался но может еще раз перезаписаться вот укажите вы на своем транспорте либо нам нужен транспорту но я думаю что мы первую поездку сделаем на своих машинах то есть уже а дальше когда у нас как-то выставиться на поток тогда можем какие-то может привлекать там маршрутные такси и так далее вот что еще не сказал алик ну вот сосенович александр добавлю что в 14 00 мы заканчиваем и дальше в принципе свободное время вот в пятницу такое такой день когда там акварели много всякой активности то есть там и приглашают надо там шеф-поваров и там иногда проводит там какие-то мероприятия интересные то есть кто захочет после 14 погулять там посмотреть то есть как бы тоже его как бы пожалуйста можно ночевать то есть варианты досуга там очень много это вопрос или утверждение александр утверждение потому что в конце стоит . наверное есть какое-то утверждение так что можем запись пока остановить утверждение все это далеко становится хорошо чтобы инсайдер хорошо и те кто потому что нет и и это то есть и и и